И снова здравствуйте, всем привет! Этот ролик хотелось бы посвятить именно объяснению The Brush. Не первый раз уже меня просят, значит, рассказать, как здесь всё устроено, чтобы человек мог работать, да? Ну, не заумно, а как бы, вот как это всё дело подать. Я решил, значит, давайте так. Итак, я буду объяснять две программы, и чтобы вам стало понятно, функционал, да, в одной программе, во второй, и в принципе в мае, потом в синема, там, всё это идентично. Просто названия разные, но это нужно будет, если вы захотите зайти в другую программу, вы должны будете понимать, что вы ищете, да? Начнём, значит, с базовой. Что вам понадобится в начале именно по The Brush? Чуть-чуть буду притормаживать, потому что, ну как, думаю и пытаюсь вам как-то это сформулировать. Значит так, когда вы заходите в The Brush, у вас открывается ликбокс. Здесь у вас, значит, примитивы, уже вот базовые обрубовки голов, вот модели здесь есть, потом есть, значит, сферы, кубы, цилиндры уже с отверстиями, есть даже манекены, но пока вам это не надо. Это для того, чтобы вы всё это знали. Вот, вот эту окошку, которое будет постоянно у вас включаться. Как её отключить, я потом уже, значит, расскажу, это уже второстепенное дело. Закрываем пока ликбокс, и у вас присутствуют примитивы вот здесь вот втул. Вот вы нажимаете, вот у вас цилиндры, там кубы, с чем вы хотите работать. Вы это должны дело нажать, вытянуть, и ничего с этим сделать пока не можете, пока у вас не включен Edit Mode. Вот, это как бы базовая такая кнопка, которая, ну, как бы говорит, объект на месте, да, и потом у вас присутствует, значит, Make Polymesh. Эта кнопка делает активными все вот эти возможности по работе с этим примитивом. Так, погнали дальше то же самое, но посмотрим в Blender. Итак, у нас Blender, открывается он вот в таком формате. Если вам нужно что-то добавить, вы находите функцию Add, находите те же самые, ну, там называется Tool, а здесь Mesh. Вся фишка в том, что во всех программах разные названия, ну, почти разные, там, с дополнениями, там, второе слово, там, ещё что-то. Ну, вы уже знаете, где, в какой программе что-то искать. И здесь мы выбираем UV-сферу. Вот она. Так. Вот у нас появилась UV-сфера. Здесь не надо ничего нажимать, чтобы она стала активной. В принципе, она уже активна. Мы можем с ней работать. Но только, если вы начинаете работать с скульптингом, у вас есть отдельная скульпт-мод. Вы переходите в скульптинг, и у вас появляются кисточки. Вот здесь такие кисти. Вверху, значит, настройки кисти. Вот они. Сила нажатия, размер, радиус кисти. Потом, значит, вы мотаете эту колёсику, и у вас вот дофига тут каких кистей. Так, симметрия присутствует. Работа с теткой. Ремеш. Вот он, ремеш у вас. И всё как бы здесь рядом. Да, вот. Вот там всё зашибить. Так, идём дальше, значит, опять в ZBrush. ZBrush у нас здесь уже программа настроена именно для скульптинга. И когда мы всё это дело включили Edit, Make, Polymesh, нам становятся доступны что? Ну, кисточки нам доступны сразу. Вот они. Те же самые, ну, почти те же самые. Тянучка. Ну, единственное, что здесь есть ещё кисточки с выядрёжем таким. Расплытие, растягивание, обтекание там. Ну, вначале базовые вам уже даны. Вот они вам базованы. Это, значит, смут. Потом стандартная кисточка. Клейбилдап. Вот это я не работаю. Ну, в принципе, вот маска. Всё базовое вам дано. Так, по материалам. Материалы здесь присутствуют. Вот они. Вы можете выбрать любой материал. И сфера изменит своё, значит, великолепие. Ну, материал, с которым вам удобно лепить. С белым удобно текстуры красить. Значит, мне нравится лепить вот в красной глине. Так, в принципе, ничего такого сложного, да? Значит, у вас есть такая же, как в блендер, значит, размер кисти. Значит, сила нажатия. Ну, а здесь уже дополнительные функции по покраске и так далее, которые вам пока не пригодятся. Это уже следующий этап понимания, значит, как тут всё работает. Ctrl-Z, значит, что? Объясню, как работают кисточки. Значит, кисточка стандарт, она работает на вот такую полоску. Значит, кисточка клей build-up, которая мне больше нравится, я в основном работаю ей, работает квадратом. Итак, мы теперь подходим к самой такой интересной штуке. Там всё понятно, кисти работают одинаково, кстати. Тут я не буду сравнивать. Кисточки работают, вытягивают всё это. Ну, а какая получше? Где-то лучше тянет, где-то хуже. Где-то надо чуть-чуть, значит, приловчиться. Ну, в принципе, всё, кисти не рассматриваем. Работают они одинаково. Через alt они вдавливают. За исключением, значит, давайте посмотрим здесь, что у нас получается. Здесь мы выбираем draft size, вот кисточка клей, клей strips. В принципе, они те же самые, но называются по-разному. Видите, клей tubes, клей build-up. Ну, выбираем какую-нибудь кисточку. И, значит, пробуем через alt она не тянется, а здесь через control. Здесь всё работает через control. И вы видите, что здесь вот с сеткой тоже, да, это проблема. Работать не можно. Нам нужно что сделать? Исправить сетку. Подготовить её для скульптинга. Как это делается? У нас есть, значит, верхняя шкала вот здесь вот. Всё, что мы делаем, это вот идёт, 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 идёт. Доходит вот до этой части и автосохранение работает. Вертаемся, значит, вертаемся на первую часть. И нам надо исправить сетку. Смотрим, какая сетка. Это поле F. Вот, вроде бы плотная, да? Но нам нужно сделать что? Dynamesh. Это геометрия. Здесь мы можем работать, значит, с сеткой. Потом можем работать с ребрами, там, с дивайдами. Повышать, значит, полигонаж. Делать разные подразделения. Вот, в принципе, вот это вам и понадобится. Вот это вот, значит, геометрия. В основном всё работает с ней. За исключением, смотрите. В The Brush, в Blender. Всё находится здесь. Rmesh, Dynatopa. Здесь всё можно делать уже. Так, немножко меня отвлекли. Значит, здесь всё присутствует вот здесь вот. Сейчас я расскажу, как сделать, значит, поменять сетку вот этой модели. Но сначала опять в The Brush. Это для того, чтобы вы понимали, что во всех программах, в принципе, функционал одно и то же. Но где что находится? Здесь находится всё в одном окне. Вот здесь вы всё можете непосредственно, недалеко ходя, всё вот настраивать. The Brush чуть посложнее. Здесь в отдельной вкладке. Вот, видите, да? Чтобы сделать нам Dynamesh, нам нужно вот эту функцию. Dynamesh. Хотел рисовать? Ну, может, потом где-то что-то порисую, покажу вам. Так, не, наверное, надо нарисовать. Так, где у нас карандаш? По-моему, вот эта, да? Вот эта функция Dynamesh. Так, цвет даже говёный. Так, это мы удалим. Вот она, Dynamesh. Так, вот она, ZrMesh. ZrMesh. Так, глаз. Ремешер, Remesher и ZrMesh. Это, в принципе, одно и то же. Это переделывает сетку. Так, идём дальше. Нажимаем Dynamesh. Подкручиваем, значит, ползунок радиуса. Вот он, радиус. Где он тут? Вот он, радиус. Мы его подкручиваем, именно, чтобы повысить полигонаж. Вот он, видите, 912. Значит, было у нас 8000. Когда мы подняли, значит, радиус и сделали Dynamesh, у нас стало вот 1 миллион. Многовато на 1 миллион. Ну, делаем на голой ставке 43000. Всё, теперь мы с этой сеткой можем работать. Теперь, если мы будем что-то этакое начинать лепить, вы видите, что сетка уже у нас хорошо тут всё лепит, достраивает. Радиус можем убрать, сделать чуть понежнее работу. Ну, и вернуться на тот момент, который, допустим, нам нужен. Если мы упороли косяка. Так, теперь, что делает ZrMesh? Давайте смотрим ZrMesh. Открываем функцию ZrMesh. У нас получается, так, первая сфера, значит, с высокополигональной сеткой. Мы делаем дубликат. Так, кстати, вот в этой вкладке саптулы у вас здесь, значит, разделение модели, объединение модели, значит, выдавливание, типа вычитание из модели другой саптула. Саптул, это вот эта вот штука, типа Mesh. Потом здесь Project, Remesher, которым я не пользуюсь, кстати. И Extract. Extract, это уже сейчас дальше будем всё рассматривать. Значит, здесь присутствует Append, это добавление саптула. Мы можем его отсюда добавить, выбрать. Потом переименовать. Вот такая штука, Rename. Печатайте и потом нажимаете Enter, и всё у вас уходит. SK отмена. Делаем дубликат и удаление. Ну, пока вот, в принципе, это в этой вкладке. Запомните. Значит, удаление, дубликаты, потом объединение, разделение, добавление. Значит, вот этих всех мешей, это находится в этой вкладке саптулы. Так, значит, что, теперь ZRMesh. Находим ZRMesh. Legation. Если у вас, вот у меня 2019, значит, года. Без неё как-то она не работает. Её надо держать включенной. Почему? Да чёрт её знает. Ну, вот, включаю и всё. Так, теперь. Тот же самый, значит, у нас есть. Размер, который нам нужен в сетке, мы можем его понизить, можем повысить. Так, это всё тут же изменится. Так, смотрим дальше. Делаем ZRMesh. Вы видите, что я ползунок не менял. И смотрим, сколько сейчас будет у нас именно полигонов тысяч. Четыре тысячи полигонов, вы видите. Вот. Такая штука получилась. Если мы хотим сейчас лепить, то у нас получится, видите, два включенных саптула. И когда мы накидываем, то у нас первый тоже присутствует. Его нужно отключить. Отключает глаз. Видите, как накидывается по полигонам. Но мы хотим качественнее всю эту штуку сделать. Здесь у нас уже включаются, значит, подразделения. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Горячие клавиши. 277 тысяч. Теперь мы можем лепить очень хорошо. С низкополигональной на высокополигональной. И еще даже контролировать именно на каких-то подразделениях какие-то детали. Сетка будет выглядеть вот таким вот образом. И с каждым образом прибавляя, она уплотняется. Вот. На этой сетке, вот на этой сетке, мы еще можем моделировать. Так, ну в принципе я тут... Так, ну здесь вам больше пока на начальной стадии ничего не понадобится. Запоминаем, значит, геометрии. Вот они. Вот эти две вам вначале понадобятся штуки. И вот эти все, значит, кисточки. Вот это... Что тут еще? Ну, настройка кисти вам понадобится. Знание, сколько... Вид, сколько у вас тысяч полигонов или меньше. Ну и пока все. Пока для начала вам этого должно быть достаточно. Так. Следующий этап. Лепить понятно. Все, в подразделениях вы разобрались. Все, вы здесь что-то мнете, что-то выдавливаете через... Левая кнопка мыши что-то наращиваете просто. И вам теперь что нужно сделать? Вам теперь нужно... Как-то крутить модель, да? Это левая кнопка мыши в The Brush. Видите? Мы ее можем крутить, как вам надо. Если вы поставите сверху вид, зажимаете сочетание клавиш Shift, левая кнопка мыши, и модель у вас выравнивается по верхней части. Так. Вот боком поставили, нажимаете, она выравнивается тем боком, который вам нужен. Передом. Все. Так. Здесь присутствует, значит, еще так же флур, чтобы вы ориентировались по полю. Вот они. Здесь есть, значит... Так, не отключат. Здесь есть ориентиры XYZ. Вот вы можете здесь... Это вот центр. И вы от него должны плясать. Но если вам поле, конечно, нужно, если не нужно, отключаете. Так, теперь что? Рассмотрим вот этот вот MOV. Он помогает также перемещать какие-то модели куда-то в какую-то часть, добавлять, допустим, если вы делаете глаза, отводить куда-то сферу, добавлять, лепить глаз уже в голову, вставлять, делать скайп, делать перекрутки всякие, делать растяжение. Ну, очень удобно. Но я очень долго к нему привыкал, потому что я с модели, значит, 4R5, потом 4R6 скачал, а потом 4R7. И потом только мне попалось 4... Так, ZBrush 2000... Какая она была? 12... А, 19... 18-я была. Вот не помню, 17-я была. Короче, была, по-моему, 17-я еще, если я нормально помню. Так, и опять же, Ctrl-Z, 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 сочетание клавиш, то же самое делает, возвращает нас вот на эти... на шаг назад, вот по этой вот полосе наших действий. Ctrl-Shift-Z, так, Ctrl-Shift-Z, возвращает нас на шаг вперед. Это уже 3... или Shift-Z, нет, Ctrl... Ctrl-Z и Ctrl-Shift-Z. Это назад, Ctrl-Z, а Ctrl-Shift-Z, сочетание клавиш, три кнопки вперед. Вот опять же, по этому действию. Так, ну, Gizmo я показал, да? Давайте в Blender посмотрим. Так, в Blender, значит, мы можем включить Динатопа. Где она тут включается? Я знаю, а вот она, Динатопа. Окей. И теперь, если мы будем лепить, у нас сетка будет автоматически подстраиваться, значит, перестраиваться. Сетку увидеть здесь вот все рядышком. Вот она, Viaport Shading. Вот мы теперь лепим, и у нас меняется сетка. Вы видите, она уплотняется. Мы ее можем настроить, значит, вот в этой функции или в скульптинге. Так, я здесь вот плоховато леплю. Но ролик у меня есть по лепке, значит, Динатопа. Это вот один вариант. Так, это можем отключить. И так, теперь у нас сетка плотная, с Динатопа. Мы можем сделать ремеш. Вот он. Здесь все настройки, какой уровень. Потом настраиваем, и жмем вот эту клавишу ремеш. Это уже другой вопрос, но самый быстрый, это Shift-R. так, Shift-R удерживаем, жмем, и вот мы регулируем размер нашей сетки. Силток, и делаем Ctrl-R. Вот мы получаем, значит, у нас уже облегченная сетка. Вот такой ремеш. Ну, словом, здесь все работает вот таким вот образом. И значит, здесь уже мышкой работает, колесико зажимает, значит, крутится, вертится модель. Потом надо перенести, значит, отдалить колесико вперед-назад, крутится. Ну, или через Alt. Так, вот, задерживайте. Ctrl, приближайте, задерживайте мышку. Вот, ближе, дальше. Крутится, повторюсь, все вот именно колесиком. Нормально. Так, идем теперь, куда мы идем? Теперь идем в ZBrush. Короче, по скульптингу вот такая штука. Именно работа с сеткой, значит, кисточки, что там, что тут. Ну, за исключением, что здесь все сбоку, а там все перед глазами. Ну, опять же, кому как удобно, да? Так, запоминаем, значит, саптулы и геометрии. Это для начала. Тут еще есть, значит, уже дополнительные вот эти функции, но это когда вы уже разберетесь со скульптингом и перейдете куда, допустим, вам дальше уже понадобится делать текстуры, потом после текстуры развертки и здесь вам как раз вот здесь вот понадобятся вот эти вот все настройки. Normal Maps, текстуры Map, UV Map, Polypaint и по полигруппам это уже так, это уже дальше, 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 дальше. И как бы все это дело дальше объяснять. Давайте вернемся на назад и посмотрим, что еще есть, значит, в программах, да, так, значит, теперь у нас работа с сеткой какая есть. The Remesher, да, The Modelier, вот The Modelier открываем, здесь уже работа с полигонами и нам понадобятся низкие полигоны, вот такие. Вот мы тут можем значит что-то, Ctrl Z добавлять, словом, тут очень нужно разобраться, добавление, значит, вытягивание, так, еще что тут, значит, вытягивание полигонов, так что пробел, так, или, что мы тут, да, нажимаем пробел и вот они у нас выходят все функции. Здесь, конечно, нужно разбираться, это значит инфлаты, вытягивания, инсерты, маски, mesh to brush, ну, короче, вот здесь вот для понимания, как все это дело, я не разобрался, очень тугая штука, вот тут все надувается, раздувается, короче, нужно разбираться с этой штукой, ну, есть возможность, значит, моделировать, выйдем с этой штуки, что у нас происходит в блендер, тоже здесь есть, значит, такая функция моделирования, вот эту сферу я пока удалю, потому что возврат слишком долгий, здесь через Ctrl Z и опять откроем UV сферу, включим сетку и моделирование здесь происходит в Edit Mode. Здесь все попроще, мы можем работать с вершинами, с ребрами, с полигонами, значит, вершины это вот эти вот точки, горячие клавиши тут работают, все просто, G, R, L, значит, G это вытягивание, R это, значит, перекручивание и, значит, ну, E вот тоже экстрадирование, это вот вы вершину, значит, только вытягиваете, вот, ну, здесь вот тоже есть у вас функции, здесь все рядышком, вы видите, перекручивание, добавление, значит, ребер, ну, это вам уже надо отдельно будет все это дело изучать, ну, функция это есть, получается, что в The Brush есть возможность моделировать, что значит в Blender есть возможность моделировать, только здесь все находится вот, в этой вкладке, а там часть находится в кистях, а другие настройки, допустим, находятся в боковой панели, хотя мы здесь, пока я еще боковую панель не задействовал, вам не объяснял, ну, ну, все, в принципе, вот такая штука, что все здесь, в принципе, одинаково, здесь Ctrl-Z, Ctrl-Z, мы также возвращаемся на шаг назад, так, что еще можно объяснить, так, что у нас вообще тут еще есть, чтобы такое вам поначалу пригодилось, но это вот моделирование, это для понимания, что во всех программах, в майке, значит, в Cinema 4D всегда присутствует моделирование, возможность моделить, ну, работать вот с этими полосочками, квадратиками, вершинками, точечками, и так далее, это уже вы тогда, значит, отдельную тему посмотрите, вы уже будете знать, что вам надо искать, так, что еще можно тут вам показать, во, давайте, в принципе, по скульптингу все у вас здесь, настройка кистей, точечная, можно альфами рисовать, картинками, вот добавляете какую-нибудь, и вот она точками начинает тут что-то елозить, так, передвижение, вроде, объяснил, а, в этом, давайте вот посмотрим, передвижение, модель, вот передвигается, значит, по осям, с помощью функции MOV, такая штука, Transpose, присутствует, и, значит, в Blender, только здесь это называется Transpose, а в ZBrush называется Gizmo, в принципе, вот, тот же самый Skyl, тот же самый перекрут, и так далее, так, ну, в принципе, с этим делом пока все, да, с этим делом все, вы сделали какую-то модель, как вам сохранить ее, значит, в ZBrush, Import, Export, это вот здесь, Import, это значит сюда модель закинуть, а Export, значит, отсюда, вот такая штука, ну, давайте импортируем сюда какую-нибудь модельку, значит, один Subtool я удалю, ОК, нажимаем, значит, Import, и на этот Subtool, вот именно, когда у вас что-то включено, вы можете импортировать сюда модельку, но ее нужно найти, находим Gepard, предыдущий ролик, модельки нету, да, нажимаем Frame, моделька появляется, меняем, значит, цвет, цвет меняется модели, дальше, что, Flur, видите, насколько модель большая, вот для этого, вот этот Flur нужен, потому, потому что в прошлый раз я делал, значит, вот эту модельку, и она плохо затиралась, это из-за большого размера, уменьшить можно вот таким вот образом, так, нажимаем, нажимаем Skyl, и когда мы нажимаем Skyl, видите, что моделька сдвигается, значит, с центра, в этом есть тоже неудобство, я всегда делаю вот таким вот образом, но возможно есть какая-то функция, выровнять, значит, модель, вот по этой оси, на этом месте, модель установлена, и вы видите, когда теперь мы будем сохранять, вот, где находится Gizmo, к той точке модели привязана, и когда вы будете экспортировать модель, вот, давайте нажмем экспорт, ну, на рабочий стол, так, сохранить, вот, теперь давайте попробуем опять ее сюда импортировать, и вы видите, что моделька уже, значит, импортировалась с этим размером, вот, все, не надо ее, она импортировалась, значит, по центру, как мы ее устанавливали, так мы ее экспортировали, импортировали сюда, и экспортировали отсюда, значит, так, и здесь вот функции, так, еще один вариант, значит, сохранять, save as, нажимаем save as, и the tool, вот она, штука, и еще, значит, файл, open, и save as, save as, проектом, вот, мы можем сейчас сохранить этот проект, назвать его как-нибудь, сохраняем, сохранили, и теперь, когда мы будем открывать файл open, он нам говорит, что, типа, сохранить, вот эту, значит, работу, если она вам нужна, то сохраняйте, если, ну, чтобы вы не забыли, сохранить, допустим, работали, работали, и потом на смарку пойдет какое-то время, так, мы ставим нет, открываем наш проект, и он нам теперь закидывает, оп, видите, это уже сохраненный проект, мы можем продолжать здесь работать, если вы упороли какого-то косяка, то ваше сохранение, вот, все, что вы делаете, сохраняется, значит, сейчас, забыл, какой функции, вот она, процент, по-моему, так, текстуры, тут кисточки, второстепенно все, вот проект, вот у меня проект слоны, а вот эти вопросы, это, значит, количество тех, возможностей, для сохранения, которые, ну, допустим, вы делаете один проект, он сохраняется, 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 потом вы делаете другой проект, он начинает на эти же места сохраняться, вот, ну, в принципе, здесь можно сохранять, вот все рабочие проекты, потом вот, нажимаете, да, нет, открываете проект слона, и начинаете дорабатывать, вот, таким образом, так, что еще, ну, в принципе, здесь по сохранениям все, значит, файлы, и сохранение у вас идет, все вот в этой верхней панельке, получается, для начала работы, вам понадобится знать, значит, что, вот эту панельку, потом, значит, панелька саптулы, и панелька геометри, ну, в принципе, для начала, все нормально, все пойдет, так, смотрим, импорт, экспорт, в блендер, значит, так, здесь какая штука, значит, импорт и экспорт, у нас находятся файлы, импорт, экспорт, вот, это здесь, и все форматы, экспортировать можно, значит, вопс, фбх, стл, так, ctl, 3ds, play, pdf, svg, короче, форматов тут, хватает для работы, бвх файл, тоже можно подключать, он присутствует, так, ну, давайте импортируем сюда, что-нибудь, так, это, импорт, формат, опш, десктоп, ну, того же гепарда, вот, вы видите, что гепард, импортировался, но у нас присутствует, вот, еще один саптул, он, не на него, сохраняется, видите, а он, добавляется, дополнительно, если вам не нужен, значит, какой-то саптул, вы можете его отключить, или нажать на него, и клавиша delete, удалить, и работать с одним, вот этим персонажем, так, ну, то же самое, вы выбираете персонажа, тоже гизма, заходите, скульп мод, ну, или моделите, или скульптите его, или моделите, все функции, вот, присутствуют, пока вам видите, что боковые, вот эти части, не нужны, вот, ну, в крупном масштабе, вам пока они не нужны, единственное, что для настройки кистей, заходим, допустим, скульптинг, вот, кисточки, так, это не та функция, так, так, это текстуры, открываем верхнюю функцию, здесь вот уже более, много таких функций, настройки кисти, это вот, именно для каждой, стандартной, но это, граф шарп, потом, скульпт драйв, в принципе, кисти, начинается, называются по-разному, здесь вот, больше возможностей, настройки, это вы уже, здесь можете, тоже делать, ремешер, симметрия, ну, это все вот, в этой верхней вкладке, по кистям, ну, также все сверху, присутствует, так, экспортировать модель, как, нажимаем экспорт, и можем выбрать формат, фбх, формат, формат, CTL, экспортируем, нажимаем, он выскетчивает, куда, на рабочий стол, в папку, куда-то, нажимаем экспорт, все, автоматически, все, экспортировали, сохранить проект, такая же штука, save, save us, можно нажимать, когда, значит, проект уже сохранен, имеет свое название, свое место, save us, вот, вы можете сохранить, куда, как, переименовывать, добавлять, значит, плюс-минус, это добавить единичку, к надписи, это будет уже, другой файл, и сохраняйте уже проектом, так, загрузить проект, это значит, open, опять же, высвечивается, чтобы вы не забыли, о своей работе, сохранить ее или нет, don't save, и тут же высвечивается, папка, в которой, находятся, проекты, или вы находите, другую папку, в которых, находятся, другие проекты, и, закидывайте сюда, ну, давайте, слона, вот такой, значит, прикольный слон, и здесь, можете с ним уже работать, в плане анимации, но это уже другая тема, так, это уже другая тема, ну, в принципе, что еще, значит, the brush, как сказал я, открыть проект, сохранить проект, все, то же самое, ну, единственное, что может, значит, путать, вас может, может путать, только, что вот эта вот панель, и вот эти непонятные названия, но теперь вы будете знать, что, remesher, remesh, dynamesh, dinotopa, потом, название кистей, clay buildup, или clay, там, с добавочным словом, или просто clay, или, значит, кисточка стандарт, crazy bomb какой-нибудь, ну, в принципе, смотрите, как выглядит кисточка, и вы поймете, что она делает, вот, картинки внизу, добавляет, маскирует, вытягивает, так, что еще тут присутствует, значит, здесь присутствует, у нас какая штука, мы можем модель обрезать, можем выбрать, значит, кисточку, сочетанием клавиши, control, shift, вот здесь уже сочетание клавиш, и вот мы можем выбрать разные киски, для разной обрезки, здесь можно их резать, выбрать, допустим, кисточку, control, shift, оп, и, значит, что у нас тут присутствует, здесь у нас присутствует подразделение, вот, мы не можем работать, пока подразделение не будет отключено, или выбираем другой sub tool, верхний отключаем, нижний можно сделать видимым, и control, shift, ну, много миллионов полигонов, поэтому, видите, нужно ждать, и тут, когда мы обрезали, мы приходим к чему, мы приходим, значит, к пониманию, что такое полигруппы, полигруппы, это, значит, основная шкура, так, как бы вам показать, вот, основная шкура, вот этого персонажа, и то, что мы отрезали, здесь у нас получается другая полигруппа, опять же, control, shift, левая кнопка мыши, мы нажимаем на полигруппу, и вы видите, полигруппа скрывается, мы еще раз на нее нажимаем, вот вы видите, что здесь пустота, это полигруппа скрыта, вот, это называется полигруппа, мы их можем получать за счет обрезки, мы их можем получать за счет control, нажатия клавиши control, за счет маскирования, и нажатия клавиши control, W, сочетания клавиш, можем сами назначать, сколько нам нужно полигрупп, но это вам уже, в принципе, понадобится, когда вы освоите маломальский скульптинг, когда вы будете уже руки маскировать отдельно, разные делать, чтобы работать с одной рукой, и другие части вам не мешали, вот, допустим, мне нужно работать с этой частью, я control, shift, левая кнопка мыши нажимаю, на нее, и вот, видите, я могу работать только с этой частью, не затрагивая других частей, вот, вот так, control, shift, на свободном окне, щелчок левой кнопкой мыши, вы видите, что здесь все изменилось, а эти части не тронуты, это вот нужно для, такой штукенции, опять же, если вам нужно отделить какую-то часть, и удалить, то здесь control, shift, левая кнопка мыши, вот, мы удалили одну полигруппу, но нам нужно сделать, теперь, так, чтобы ее совсем не было, она еще присутствует, она просто скрыта, нам просто нужно зайти в геометры, найти, Modified Apology, да, название в The Brush, я тоже долго к ним привыкал, психовал, где этот Dynamesh, ядрить, копать, где этот Mirror, Mirror, искал, там еще что-то, ну, вот еще клавиши новые появляются, да, Dell Hidden, это уже вам нужно будет дальше, вглубь, когда идете, уже вы столкнетесь с этой информацией, что вот вам теперь, нужны какие-то полигруппы, тоже начнете психовать, ну, полигруппы очень облегчают удаление каких-то деталей, допустим, переделку моделей, там еще чего-то, чтобы не затронуть какую-то деталь, допустим, вот я хочу работать с одной ногой, X, симметрию я отключаю, вот Mirror, это симметрия, вот она, в The Brush, фу, в Blender, в Blender, симметрия, значит, как она, так, единица на нампаде, если у нас есть модель, допустим, захожу я в Edit Mode, выделяю, значит, выделяю какую-то полигруппу, с зажатым, значит, с шифтом, делаю Delete, вертиксы, у меня получается вот такой вот слоняра, да, и мне нужно сделать симметрию, я могу ее включить вот здесь, если я работаю, значит, смоделирую, мне здесь работает симметрия, или делаю симметрию по отношению, так, по отношению в Обжиг Mode к слону, так, включил арматуру, пардоньки, это Mirror, вот, здесь уже настройки, значит, прилипания вершин, полигонов, но это опять же, вот такая штука, и, значит, Mirror присутствует, фу, как это тяжело объяснять, значит, Mirror присутствует в шкультинге, это вот, их симметрия, вы видите, я теперь могу лепить симметрично, или отключить, их симметрию, работать по другим осям, вот они, эти оси, вот, ну, не обязательно, конечно, вот этот, этот модификатор, добавлять, так, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, так, этот модификатор не нужен, вот, в Edit Mode, я могу также нажать, иксимметрию, и, допустим, я буду, вот здесь, плоховато будет видно, так, выбираю вершину какую-нибудь, на задницу, тяну, допустим, G, видите, у меня тянутся две вершины, я работаю симметрично, вот для этого нужна симметрия, так, также то же самое, в Sculpt Mode, та же самая симметрия, кисточка, тянучка, F, горячие клавиши, вытягиваем, можно работать, вот, со слоном, менять его, изменять симметрично, так, есть такое дело, да, симметрия, понятно, и здесь вот симметрия, здесь симметрия работает, каким образом, смотрите, можно включить, так, поле F выключил, замаскировал, я, допустим, Ctrl W, вот эту модельку, и оставил левую часть, удалил одну часть, и отвел, допустим, модельку вбок, используя, моф, транспорс, гизм, название у него, вау, так, и нажимаю мир, вы видите, что у меня все отзеркалено, так, теперь, я могу выбрать, также слона, отвести его вбок, и нажать мир, и у меня теперь будет опять, сплющенный, разъединенный, или объединенный персонаж, так, теперь, что я могу делать, используя X, английское, или Ч, русская клавиша, работать в симметрии, лепить симметрично, вытягивать симметрично, моделить симметрично, вот, где-то горячие клавиши, где-то кнопки, ну, в принципе, вы теперь понимаете, что, что такое симметрия, где ее, в принципе, искать, и для чего она нужна, чтобы работать симметрично, над моделью, так, ну, так, 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 что вам еще бы объяснить, ну, в принципе, видите, задействовано, не так много функций, которые вам для начала нужны, остальных, вот, этих окошках, вы, ну, поначалу забудьте, просто забудьте, они вам пока не нужны, для скульптинга вам нужны, значит, понимание симметрии, изменение сетки, вот, смотрите, у нас сетка, и вот нам, геометрия, поможет с этой сеткой справиться, там, вот, видите, ничего нету, можно включить видимость, конечно, но это вам пока не понадобится, инфлат, так, дисплей проперти, сделать дубликат, вы видите, что внутренние стенки, а здесь нету никого, вот, но это, в принципе, вам не понадобится, сразу, поначалу, да я и не пользуюсь этой функцией, так, теперь вам нужно сделать дайномеш, у вас заполняется вся эта штука, ну, видите, персонаж покрашен, если вы будете делать какие-то манипуляции, то до покраски, пока модель не будет готова полностью, а потом только красьте, потому что, если вы покрасите, а потом начнете что-то резать, удалять, то вам придется потом перекрашивать модель, и это уже будет двойная работа, так, что бы вам еще объяснить такое, клавиша, мофта, полотензи, вот они, те же кисточки, вытягивания, так, те же кисточки, не знаю, маскирования, там, обрезки, все то же самое, вот, выбираем, клип, control, shift, и нажимаем резку, это вот кисточка, вот, хотя это горячие клавиши, control, shift, резка, резать можно по-разному, можно, значит, лассо, можно квадрастом, можно кружком, делать разные фигуры, разные функции, так, так, ну, а что касается текстур, вот текстуры, потом, значит, UV-развертки, объединение сетки, делать с высокополигональной, низкополигональную, здесь уже отдельный ролик, посмотрите, но вы уже будете знать, где находится у вас, Zerimash, где Dynamesh, как все это дело объединяется, и, наподобие, что происходит в другой программе, та же самая байда, все то же самое, только разные названия и разные места нахождения всей этой штуки, значит, во как, ну, вот это, что касается для начала, для понимания, то, что вам понадобится, сетка, кисти, где что искать, и что за что отвечает, где как резать, где как менять материал, материал, ну, вот это первоначальные такие функции, так, что у нас присутствует, материал, называется, маткапы, вот это, я могу выбрать, для, для моего персонажа, любой маткап, то, та же глина, то же самое, здесь, рандомный вид, вертиксный, ну, это вам уже будет сложно, можно вид текстуры, вот, допустим, я включаю, текстура присутствует, вот, если на модели, то, я буду, допустим, работать, с видом текстуры, но могу работать, просто, без текстуры, это вот, для скульпт-мода, допустим, подходит, можно работать с материалом, это флаты, рандом, студия, в студии, вот, что у нас тут, мало примитивов таких, маткапов, ворд, это, это, в мире работать, или там, короче, это вам, я даже не хочу это, объяснять, это, отдельная тема, ну, короче, вот, материалы, тут тоже присутствуют, маткапы, маткапов, валом для скачивания, также и, для зебраж, тут называются материалы, а там маткапы, но они везде присутствуют, но опять же, где искать, да, вы заходите, допустим, в мае, там они в одном месте, но вы уже, в принципе, понимаете, что вы будете делать, и где, и что вам нужно найти, ну, чтобы конкретно понимать, вам нужно конкретно углубиться в одну программу, набить руку, и тогда остальные программы вам станут более-менее понятными, ну, вот, не знаю, как получилось, значит, объяснить, насколько нужна эта информация, потому что, казалось бы, вроде бы рассказал многое, но будет ли вам понятно, вот, работать в симметрии, растягивать можно, перекручивать, так, ну, вот на этом, думаю, давайте остановимся, а остальное, вот это все остальное, вам понадобится только, когда вы, значит, научитесь лепить, и работать с сеткой, вот, потом вы пойдете уже дальше, будет готовая модель, вам придется ее покрасить, здесь вам понадобятся текстуры, потом вам понадобится, поработать с сеткой, поработать, опять же, с проектом, это уже другая информация, которая, с, на низкополигональную сетку, накидывает высокополигональную сетку, вот, вот таким штуком, как бы шкуру натягивает, и потом вам понадобится, когда вы уже и шкуру натянете, сделайте низкополигональную модель, прикрепите, значит, нормал мапы, прикрепите, текстуры, текстуры мэпы, вот эти вот все, что вам понадобится дальше за плагины, UV-развертка, UV-развертка, это такая штука, которая позволяет, развернуть модель, по сетке, и прилепить к ней ваши, вот эти вот цвета, во как, ну, где-то так, наверное, объясняю, потому что, потому что это отдельная тема, короче, ну, я думаю, вам пригодится сравнение, значит, The Brush и Blender, вы теперь две программы, уже понимаете, что находится, что вы ищете, где, что, хотя бы начинать, и как работать, ну, пока так, если будут какие-то вопросы, то дальше, дальше, уже у меня ролики есть, по текстурированию, по скульптингу, в принципе, вот этого вам достаточно будет знать, чтобы уже взять, включить ролик, и начать скульптить, все, всем пока, до свидания. Продолжение следует...